Как отправить измерения, выполненные на приборе Биопульсар? В этом ролике я расскажу о двух способах сохранить результаты измерения и о нескольких вариантах, как вы можете передать эти измерения вашему клиенту. Представим, что я провел измерения на приборе. У меня включены два окна. Кстати, включаются они с помощью функциональных кнопок в панели управления программы. Окно с аурой, вот окно с графиками. А используя стандартные приемы работы с окнами, вы можете перемещать эти окошечки, удерживая за заголовок, и изменять их размеры, таская за границы окна, удерживая прижатую левую клавишу мышки. Итак, измерения готовы. Представим, как сохранить эти результаты. Первый способ. Используя функционал самой программы Биопульсар, в панели управления программы есть ряд функциональных клавиш, на две из которых я только что нажимал, и есть клавиша с названием «Скриншот». Вы выбираете нужное вам окно, сделаете его активным. Вот я сейчас щелкнул по окну ауры. Навожу мышку на кнопку «Скриншот». Выполняю однократный щелчок, и окно ауры у меня сохраняется в памяти компьютера. Чтобы передать эти результаты, вам необходимо их сохранить в виде графического файла. Как это можно сделать? Для этого вам потребуется любой графический редактор. Вот можете воспользоваться стандартным редактором, который однозначно есть на вашем компьютере. Это редактор Piant. Это стандартная программа. Запускаю Piant. Выбираю главное. И нажимаю на кнопочку «Вставить». Вот сейчас все, что у меня находится в памяти компьютера, в буфере обмена, в моем случае это окно ауры, появится у меня в окошке графического редактора. Нажимаю на «Вставить». И вот появилось окно с аурой. Далее я нажимаю на «Сохранить». Меня спрашивают, куда вы хотите сохранить результаты. Вы можете создать для удобства, например, где-нибудь на рабочем столе, папочку, например, «Результаты измерения». Писать, конечно, лучше без ошибок. И в этой папке, например, для каждого клиента создавать свою папочку. Ну, например, «Черновосов» и «Моя папка». И файл, который я сейчас сохраняю, это «Аура». Можно даже писать там дату, какого вы числа сделали эти измерения. Например, 29 и июня. Так как «Бульсар» позволяет показывать динамику изменения состояния человека, вот такие промежуточные измерения, они очень хорошо показывают, как происходят изменения. Итак, «Ауру» я сохранил. Для того, чтобы сохранить графики, опять же, щелкаю на окошечко с графиками, нажимаю на кнопочку «Скриншот». Опять же, запускаю программу «Пайнт». Из главного меню нажимаю «Вставить». Можно, конечно, использовать комбинации клавиш. «Контрол В» – это «Вставить содержимое буфера в окно». Итак, графики у меня готовы. Нажимаю, опять же, «Сохранить». Пишу здесь «Графики». И тоже нажимаю «Сохранить». Вот так можно сохранять результаты с помощью стандартного функционала, который есть в самой программе. Не совсем удобно, с моей точки зрения, потому что требуется делать несколько последовательных операций. Я вам рекомендую использовать программу создания скриншотов. У меня она уже установлена, вот в правом нижнем уголочке ее значок. Чтобы установить себе на компьютер эту программу, вам, например, в поиске «Яндекс» напишите «Программа создания скриншотов» и либо первая, либо где-то в самом начале у вас будет программа «Лайтшот». Для того, чтобы вам было легче найти, ссылку на сайт этой программы я размещу в описании видео. Нажимаем на кнопку «Скачать для Windows». Скачиваем файлик этой программы. Он очень крохотный, скачивается практически мгновенно. И затем производим установку программы. Для этого вам просто нужно нажать один раз на скачанный файлик, и программа установится на ваш компьютер. Почему эта программа удобнее? Посмотрите, как она работает. Я нажимаю один раз после того, как программа установилась и запустилась, а то, что она готова к работе, указывает ее значок в правом нижнем углу вашего экрана. Нажимаю на программку. У меня экран темнеет. Это говорит о том, что вы сейчас можете делать копию вашего экрана. Программа хороша тем, что вы можете, например, выделить нужную вам часть. То есть, например, взять и сразу выделить оба окна. Вот так вот. После выделения программка отображает вам такую инструментальную панель. Здесь очень понятные по своему функционалу значки. Нас будет интересовать только один значок – это «Сохранить». То есть, нажимаю сразу на дискетку «Сохранить». Опять же, выбираю папку, куда я хочу сохранять. Например, на рабочий стол. Результаты измерения. И опять же, даю название этому файлу. Например, «Черноусов. 29 июня». Все. Файлик сохранен. Обратите внимание, как это быстро все. Очень удобный способ. Сейчас на моем рабочем столе есть папочка «Результаты измерения». И в этой папочке у меня как раз файлы с результатами. Вот эти два файла я сделал с помощью стандартного функционала. А вот этот вот файл, который я сделал с помощью программы скриншотов «Лайншот». Вот видите, с моей точки зрения очень красиво, быстро и просто. Теперь вот этот файл вы можете передать человеку, для которого вы производили измерения. Сделать это, опять же, можно разными способами. Конечно, можно отправить этот файл человеку на почту. Открываем свою почту. Я открыл почту Gmail. Нажимаю на кнопочку «Написать». Ввожу, правильно ввожу электронный адрес человека, которому я хочу писать. В теме письма, чтобы ему было понятно. Потому что писем много, их не все читают. Поэтому тема письма должна быть понятной. И чтобы человек нашел это письмо. Ну, например, напишу «Результаты измерения биопульса». Теперь к этому письму необходимо прикрепить файл с измерениями. То есть нажимаем на скрепочку. Этот функционал есть в любой почте. Ищу, куда я сохранил на рабочий стол. Поэтому очень важно запомнить, куда вы захранили результаты измерения. Выбираю файл, который хочу отправить. Нажимаю «Открыть». Файл подгружается. Все. Можно отправлять человеку письмо. Но почта – это не лучший вариант. Потому что почта – это все-таки не оперативный способ общения с клиентом. То есть все-таки ваша задача, чтобы человек не просто провел однократное измерение. Все-таки, чтобы вы могли с этим человеком общаться, предложить ему прийти повторно, чтобы он посмотрел динамику и так далее. То есть вам нужен более оперативный способ общения. Это, конечно, телефон. То есть вам нужно получить номер телефона этого человека. Поэтому отправлять удобнее всего это в какие-то мессенджеры. То есть вы на своем компьютере, на котором производите измерения, пожалуйста, установите несколько популярных мессенджеров, чтобы вы могли человеку отправить вне зависимости от того, чем он пользуется. Например, на моем компьютере сейчас установлен, видите, Viber. Конечно, у меня установлен WhatsApp. Это самый удобный сейчас, наверное, один из самых популярных мессенджеров. Можно установить Telegram, у меня он установлен. Вот Telegram. Можно установить Skype. В зависимости от того, чем пользуется ваш клиент, в тот мессенджер вы ему и можете отправить. Рекомендую все-таки обратить внимание на Telegram и WhatsApp. Для того, чтобы WhatsApp работал у вас на компьютере, вы можете скачать приложение WhatsApp, а можете сделать, как делаю я. Это открыть так называемую веб-версию WhatsApp. Опять же, в поиске Яндекс вы наберите WhatsApp, добавьте веб, и откроется ссылочка на веб-версию WhatsApp. У нас на канале есть подробная инструкция, как работать с веб-версией WhatsApp. Канал у нас, надеюсь, вы знаете, это Здоровье, Красота, Благополучие. Наберите в поиске YouTube Здоровье, Красота, Благополучие, и вы попадете на наш YouTube-канал, который вот так вот выглядит. Здесь вы найдете очень много информации, в том числе и обучающих роликов по компьютерной грамотности и о том, как пользоваться различными мессенджерами на компьютере именно. Для того, чтобы отправить человеку в WhatsApp, вам необходимо в первую очередь в своем телефоне добавить или создать новый контакт. То есть открыть физически свой телефон, взять в руку свой телефон и в разделе «Контакты» добавить новый контакт, узнать у человека его фамилию, имени и правильный номер телефона. После добавления человека в список ваших контактов, вы можете отправлять ему что-то в WhatsApp. Ну, например, вбиваете фамилию этого человека, чтобы быстрее его найти, например, воробьев. Пишем ему «Привет, Игорь, вот ваше измерение». Ну, конечно, пишем без ошибок. Нажимаем на аналогичный значок, как в почте, скрепочка «Прикрепить». Выбираем из уже знакомой нам папки «Результаты измерения» «Нужный вам файл». «Открыть» и отправляем это Игорю. Все. Очень удобно, быстро, просто. И теперь этот человек у вас в списке контактов. Вы можете с ним общаться, консультировать его, приглашать на следующее измерение. Надеюсь, этот ролик был достаточно информативный и понятный. Но если вам что-то непонятно, если у вас не заработала по каким-то причинам программа «Биопульсар» на вашем компьютере, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp. Ссылка на WhatsApp в закрепленном комментарии под этим видео. Оставайтесь здоровы!